Открытие студии Ну слушайте, в целом дела я бы характеризовал, наверное, не очень Не очень, ну вы правильно затронули темой пандемии Это отражается на жизни общества, это отражается на жизни бизнеса общества и экономики в целом Я же еще и председатель комитета по экономической политике, поэтому тема понятна То есть давайте так, вот очень много сейчас, конечно, обращений граждан по поводу нашей системы здравоохранения Которая, ну что греха таить, конечно, откровенно, особенно с осени, с трудом выдерживает натиск вот этого самого ковида У нас и врачи болеют, и людей с каждым днем все больше и больше И это вызывает и страхи, и опасения, особенно когда люди заболевают И врачи к ним приезжают через 3-4, бывает там и больше дней И, конечно, любой здравомышленный человек задается вопросом А выдержит ли система здравоохранения, вылечит ли меня? И, конечно, вы знаете, я сам прошел этот этап Слава богу, врач нормально попался, дистанционно Врачи вообще, по большому счету, я не видел, все происходило дистанционно Ну вот к некоторым они... Как вас, влечили по скайпу? По телефону, то есть... Я не понимаю, наговором? Слушайте, но это происходит примерно так То есть тебе звонят, если у тебя нет каких-то таких тяжелых симптомов То, соответственно, тебе назначают курс лечения, лекарства Ты эти лекарства каждый день пьешь Тебе каждый день звонит врач, контролирует твое состояние Ты сам замеряешь температуру Сам расскажешь о своем самочувствии Если у тебя, конечно, я так понимаю, что если ухудшается твое состояние То тогда уже происходит госпитализация Слава Богу, позвонили, да Потому что тут у меня есть ситуация с некоторыми родственниками Которые там 4 дня ждали вообще приезда врача И вообще, вы знаете, у меня возникает такое ощущение Что у нас сейчас, если сравнить с весной То есть весной было все намного лучше организовано Но, видимо, это, скорее всего, так и есть Потому что заболевших было меньше Сейчас вал такой, что я сравниваю это, знаете Если вот сравнить сражение А мы сейчас в состоянии войны с этим вирусом То вот у нас сейчас идет уже контактный бой Рукопашная И тут, как получится, орг структура уже нарушена То есть, как получится, победим, не победим И, конечно, вот это ощущение, мне кажется, возникает у многих И, конечно, люди боятся Бизнес, могу потом про бизнес, да Мы успеем к бизнесу подойти, конечно Возникает справедливый вопрос Если в самом начале года То есть, мы возьмем декабрь прошлого года Январь этого года Мы все, и в том числе в этом признавались И представители правящей партии власти сюда приходили О том, что, ну, в общем-то говоря И на федеральном уровне даже никто не был готов К тому, каким масштабом обернется в итоге пандемия ковидная То уже к весне, когда мы все все поняли И ввели вот этот полный режим изоляции От всего и всех и вся И вы правильно отметили, в действительности была очень четкая организация Да, были, возникли ряд резких рубящих, как топором запретов Это, конечно, сказалось Но мы сейчас вот уходим Не будем уходить в структуру последствий Пока поговорим именно о конструкции всего этого действия Результативно В действительности результативно получилось Это можно было наблюдать и по статистике После чего все, опять же, уже говорили Говорили о том, что будет вторая волна И если к первой волне мы были не готовы Но смогли ее грамотно организовать Возникает, как я повторюсь, вполне справедливый вопрос Почему же к второй волне, которую уже прогнозировали Мы оказались вот слегка не готовы С чем это может быть связано? Мне кажется, что... Я хочу сразу отметить, извините Я хочу сразу отметить, что все познается в сравнении, безусловно У меня, например, есть родственники, которые проживают в Украине И в некоторых городах и небольшого населенного типа Ожидание врача может происходить не 3-4 дня До такие монструозные цифры для нас А тебе сразу по телефону говорят, будете ли вы ждать 2 недели То есть 14 дней Понятное дело, что... Ты уже выздоровеешь за 2 недели Да, это Бог Понятное дело, что все познается в сравнении И у нас дела с этим обстоят как-то значительно лучше Но с другой стороны, чисто по-человечески Вот так, с грубо бытовой точки зрения Ну, разве нас волнует, что происходит где-то еще Кроме того, что творится у нас сейчас Я имею в виду, когда мы находимся в состоянии заболеваемости Или речь идет о жизни и здоровье наших родственников Поэтому мы сосредотачиваемся на том, что есть у нас И вот приходим к вашему комментарию Ну, вы знаете, мне кажется, правительство Размышляя... Это мое предположение личное Размышляя на тему вводить запретительные меры или нет Заранее, в ожидании второй волны Оно все-таки понимало, что общество недовольно было теми ограничениями Которые были введены весной Бизнес серьезно пострадал И они оттягивали до последнего Потому что не хотели опять наткнуться на вот эту реакцию Бизнеса общества Которое, конечно же, недовольно закрытиями И, может быть, где-то была и надежда на то, что эта волна так сильно нас не захлестнет Но мы сейчас все видим, что захлестнуло достаточно сильно Вот такое у меня объяснение Почему не были готовы То есть это была попытка сохранить спокойствие, получается? Баланс между здоровьем общества Я имею в виду физическим здоровьем И здоровьем экономики И вот, понимаете, потому что если у нас обвалится экономика То общество тоже будет очень недовольно Если обваливается система здравоохранения, то тоже недовольно Вот они пытались где-то выровнять Но это, опять же говорю, мое субъективное мнение И вообще, знаете, то есть я не склонен кого-то обвинять Понятно, что всегда есть причины, последствия Правильные или неправильные решения Но вот я, знаете, вот для себя так говорю Что коронавирус и вот то, что сейчас происходит Это данность, с которой пришлось столкнуться нашему обществу Это война, как я уже сказал И, к сожалению, и бизнес пострадает Наша программа не носит резолюционного характера Поэтому мы также не планируем здесь кого-то обвинять Сказать виноватого, тыкать в него пальцем А потом гнобить его на просторах соцсетей Хотя многие сейчас пытаются именно этим заниматься Людей тоже можно понять Но если уж мы рассуждаем Если у нас с вами именно беседа Почему бы не попытаться выявить какие-то причинно-следственные связи Что касается бизнеса Это, наверное, один из самых острых вопросов После вопроса здравоохранения, в принципе Потому что коснулся Эти меры, которые были приняты Коснулись абсолютно каждого Огорчает, что когда мы разговариваем о бизнесе Мы говорим о бизнесменах Мы говорим об учредителях Мы говорим о тех людях, которым принадлежат Маленькие ларьки или огромные фабрики Но в действительности эти проблемы В первую очередь И в первую очередь в том числе Касаются, назовем его так, линейного персонала Их сотрудники Которые работают, которые этим занимаются Опять же, стоит говорить именно о нашем городе Потому что ряд профессий Которые в крупных муниципалитетах Считаются профессиями Халтурками, профессии шабашистного характера Ну, например, если мы поговорим Вспомним общепит, если это будет официант Или администратор зала Как правило, это студент Который пришел, подзаработал несколько месяцев И дальше занимается своей профильной деятельностью В небольших муниципалитетах Такой, как наши И таких много примеров по России Этим профессией человек может 12, 13, 14 лет заниматься Этой деятельностью И это нормально У этого человека уже семья У него уже квартира, ипотека, кредит И когда он сталкивается с этой проблемой Он понимает, что она затрагивает его В первую очередь А даже не владельцу У которого, возможно, есть какой-то финансовый пул Или возможность Пережить этот момент С менее критичными потерями И вот сейчас волна подутихла Я имею в виду волна обсуждения В сентябре месяц мы вроде бы как Снова открываем просторы Кинотеатр готовится к тому, что можно зайти Заведение продолжает Точнее, возобновляет свой функционал Гипермаркеты открывают, магазинчики и так далее Проходит три недели Может быть, три с половиной недели У нас снова полный блэкаут Несколько довольно скабридных сообщений О том, что вообще-то вы все и сами виноваты Я имею в виду Это те материалы, которые можно найти В административных обращениях к населению Не надо было так активно есть Пить, работать Что же вы ни подумали Ну вот И все И снова тишина И вот этот момент тишины Сейчас мы даже как-то перестали следить За тем, до какого времени То есть нам не говорят, что полностью Все Мы не вернемся к прежнему образу жизни И это тоже можно понять, потому что никто не знает точных цифр Если бы у нас была статистика прогноза Астрологический хотя бы То, что в конце 2020 года все вернется на круги свои А этого сейчас нет И отсрочка идет на неделю, на две, на три И с понедельника, как мы промониторили сети Пообщались с людьми В принципе, люди перестали следить Как бы опустили руки и отчаялись Вы, как человек, который по экономике понимает гораздо больше, чем мы Попробуйте нам вот сейчас порассуждаем Объяснить, в каком состоянии мы находимся Это караул? Слушайте, ну это не караул То есть с точки зрения, если посмотреть на региональную экономику По поступлениям Да, немножко там пойдем Да, да, конечно То есть по поступлениям бюджета у нас нет падения У нас есть рост За счет чего он происходит? За счет, конечно, экспорта ориентированных предприятий За счет падения курса рубля, как ни странно Ой, да, все верно Падение курса рубля Потому что экспортно ориентированные предприятия Они подают за валюту и, соответственно, получают больше доход в рублях Соответственно, больше идет отчисление регионального бюджета Помимо этого, все-таки есть и предприниматели, я знаю Которые сумели сориентироваться на фоне пандемии И, наоборот, увеличить свои доходы Но есть очень много тех, которые, конечно же, у нас провалились Нужно сказать, что как бы ни говорили Я считаю, что меры поддержки может быть недостаточные, но неплохие То есть, условно говоря, у нас многие получили дисконт по налогу на прибыль Особенно те, кто работает на упрощенной системе налогобложения Это малый и средний бизнес То есть, сейчас и еще три года вперед Люди будут, компании будут платить там 5,1% соответственно Помимо этого, национальные меры поддержки Нужно сказать, что вот эти самые кредиты, которые на поддержку жизнедеятельности предприятия Которые фактически невозвратны Ну, то есть, ты не должен возвращать, если ты не сокращаешь сотрудников Ими немало предприятий воспользовались И, вы знаете, вот, не знаю, правильно ли уловил вашу мысль Вы сказали, что по осени немножко, все равно, даже несмотря на рост пандемии Это я так понял, да, не так ощущается накал именно в бизнес-сообществе Все-таки он все равно есть Ряд предприятий, вот, абсолютно не там, вчера ко мне там обращались Что не совсем действует справедливо один из нормативных правовых актов Но, тем не менее, почему это происходит? Потому что мы весной увидели, что такой полный блок-аут Вот я, например, до локдаун Локдаун, да, это правильно Ну, ничего, у нас полярная ночь, можно и блок-ауты Локдаун, да, локдаун И вот сейчас у нас те меры не предпринимаются Многие, кстати, скептики говорят, что это совсем зря Но вот я, например, сторонник, что все-таки, раз мы уже вошли в это состояние Нам нужно научиться повышать эффективность работы системы здравоохранения Но ни в коем случае не закрывать опять тотально все предприятия Да, я сторонник масочного режима Я не понимаю людей, которые вовсю пропагандируют, так скажем, не ношение масок Я знаю такие примеры, когда люди активно в социальных сетях говорили Посты там, знаете, выкладывали, репосты делали на ту тему, что маски не спасают Ничего подобного И, в общем, вирус это абсолютно ерунда А в итоге у них родственники, они сами заболевали И находились в достаточно тяжелом состоянии Это неправильно, я сторонник масочного режима То есть здесь, вы знаете, мы сможем эффективно победить вот эту вот самую заразу Если будет синхронно работать и общество, и государство, и бизнес-сообщество Вот так вот Но сейчас этого синхрона нет? Нет синхрона Нет синхрона Нам нужно внутреннюю дисциплину и нашему обществу, как я говорил, вырабатывать У нас не совсем эффективно организована система здравоохранения Точнее, она показала свою неэффективность на фоне, как я уже сказал вначале На фоне вот этого вала заболеваний Вы, кстати, про статистику сказали Я тоже не совсем верю в те статистические данные, которые мы видим официально Это просто отдельная тема для беседы на несколько часов с большим количеством, как сейчас говорят, пруков Лучшая статистика – это наши друзья и люди, которые вокруг нас И мы понимаем, что заболевает не 20%, а намного больше Есть и заболеваемость, статистика заболеваемости, есть статистика смертности населения И цифры, которые мы можем читать, и цифры, которые мы условно слышим, они разнятся Но, конечно же, сарафанное радио не может выступать каким-то ориентиром официальным Поэтому приходится ориентироваться на то, что мы читаем в новостных сводках А тут уже смешники лукавят, то есть наши братья, товарищи Или есть какая-то стратегия о том, чтобы не усугублять ситуацию эмоционального характера среди населения А здесь уже мы, наверное, не сможем дать какой-то комментарий Можно только порассуждать Но, дабы не превращать нашу с вами беседу в такой кухонный диалог Ближе к 3-4 часам утра, когда мы за Россию-матушку Что вообще с ней, как дальше жить-то? Любопытный момент, который вы отметили Что прибыль в район, в регион, она повышается Это дает ощутимый плюс, я так полагаю, региональному бюджету Даст ли это ощутимый плюс всем тем бизнесменам, всем тем владельцам предприятий И их сотрудникам, которые находятся сейчас в состоянии Когда, ну это ни для кого не секрет У кого-то удерживают зарплату просто потому, что не есть чего выдавать У кого-то очень сильно сократили ставки И я даже видел обращение, когда начальство говорит Ну не нравится, уходите, поищите что-то другое Это достаточно жестоко При условии, что у нас в принципе не такое огромное количество рабочих мест Как хотелось бы, плюс люди боятся И вот, вот, наверное, ключевая мысль Сейчас перманентный, но, если позволите, такой латентный страх Присутствует у населения нашего Мы не знаем, что будет дальше И мы переживаем И это переживание находится на уровне нервоза Вы сами могли обратить внимание Как люди иногда реагируют на очень простые вещи Здорово, что вы отметили момент с масочным режимом Я вот тоже считаю, что нет ничего зазорного Или сомнительного характера в том, чтобы надеть маску Кстати говоря, и оба отверстия на вашем лице маска должна закрывать Дорогие жители, и рот, и нос Но нам не дали мануалов по весне, поэтому, видимо, этот момент уже не вернуть Но люди начинают агрессировать даже по мелочам И это связано именно с этим страхом, который блуждает Я... подводка такая длинная Получается, стоит ли нам так сильно переживать? Потому что сейчас люди думают, что ладно, мы переживем ноябрь, мы переживем декабрь Ну, обойдемся без новогодних праздников Кто захочет елочку дома поставит, хорошо И знаете, как это принято? Ну, по крайней мере, в России Новый год с чистого листа Без долгов, как мы привыкли выходить с новой диетой Обновили гардероб, поменяли плинтус, все Вот Новый год, новая жизнь А страх остается, что жизнь-то будет старая И я имею в виду так, которое мы привыкли Которое нас вынуждают меры привыкнуть сейчас И что это никак не изменится И как вы считаете, страх обоснован? Страх, конечно, обоснован, но вам не кажется, что мы потихонечку начинаем адаптироваться? То есть именно адаптация к такому режиму, к такому состоянию общественной жизни В формате пандемии становится для нас нормой То есть я вот по себе сужу, да, хотя, может, по себе люди не судят, говорят Тем не менее, если первый, так скажем, первый период мы активно отслеживали статистику по заболевшему То есть сейчас я, наверное, больше понял, что вот это вот такая сейчас норма жизни И уже, хотя как депутат я за этим моментом слежу Но вот вижу, что у меня и родственники меньше стали следить И как-то вот этот формат пандемии, формат ношения маски, он стал нормой И мне кажется, чем дальше мы будем с этим идти, тем более нормой это станет И вы знаете, там некоторые эксперты говорят, что нам в этом еще жить как минимум год И некоторые говорят там и два То мне кажется, что через два года, во-первых, страх у нас, вот это общественное сознание Вот это ощущение жизни, вернее, жизнь в ощущении страха Оно вот постепенно сойдет на нет А через год или два, как сложится Выход, возвращение тому самому формату обычной жизни, к которому мы привыкли за долгие годы Это станет для нас новым ощущением, новым открытием Нет, я не пытаюсь вывести это все в позитив Нет, ну у вас формально-то получилось Я сейчас представил, аж где-то внутри сказочное ощущение праздника Как у ребенка перед Новым годом появилось Ну конечно, конечно, вы понимаете И бизнес, вы представляете, сколько с него снизится, вернее, уйдет с него вот эта самая нагрузка Которая возникает из-за формата пандемии То есть когда ты можешь свободно открыть свой ресторан И люди у тебя могут быть не строго там до вечера А может быть ты в ночном формате, там бар у тебя будет работать Принести дополнительную прибыль Когда у тебя будут собираться люди без ограничений В магазин можно будет пускать без ограничений Вот если посмотреть на то самое прошлое, в котором мы жили То мы понимаем, что вот ради этого, наверное, нужно сейчас постараться Я не хочу никаким образом быть таким черноустом, который после какой-то позитивной речи Вставит свои гнилые пять копеек в эту бочку меда Но останется ли необходимое нам количество людей для того, чтобы спокойно ходить по магазинам Для того, чтобы ночью функционировали там ночные заведения и так далее Ведь сейчас есть отток из города, это правда Да, и он не сокращается И, в принципе, я всегда говорил, говорю, что наша задача стратегическая для региона Не бороться с оттоком А усилить, так скажем, приток новых сюда людей Почему? Потому что все-таки кто здесь пожил Может быть, многие, кто родился здесь Они хотят теперь поощутить жизнь на юге И это, естественно, будет процесс оттока местного населения Но мы должны создать усиленный приток И, опять же, наших граждан Я ни в коем случае, я не сторонник того, чтобы увеличивать население Мурманской области притоком гастарбайтеров Это не тот приток, который нам нужен Нам нужны молодые, квалифицированные специалисты Желательно, чтобы больше было российских граждан И чтобы они сюда приезжали и приезжали надолго Но, конечно, пока у нас динамика абсолютно негативная И это плохо А есть сейчас какие-то государственные программы, которые рассчитаны именно на приток молодых специалистов? Потому что, если мы говорим про приток туристического характера Здесь все исправно работает Мы же говорим про постоянку, чтобы люди жить сюда приезжали Вот, ну, на севере жить, конечно А сейчас для этого есть какие-то федеральные программы? Единственное, это по привлечению докторов По большому счету, по привлечению учителей в сельскую местность Там небольшие, малые города Я не считаю, что какая-то отдельная федеральная программа решит Что нужно здесь сделать? Стратегическая задача увеличить экономическую активность в регионе Чтобы за счет этой активности повышалась зарплата и повышался интерес Я говорю относительно федеральной программы Просто потому что, как и многие люди в нашем регионе В маленьких регионах я привык к тому, что чтобы что-то работало Нужны дотации Большие дотации, они идут только от наших великанов Не только Вот вы знаете, не знаю, из радиослушателей, кто слышал Нет, у нас в конце августа принят закон о поддержке предпринимательства в арктической зоне Мне кажется, это один из тех законов, которые поспособствуют притоку населения сюда Почему? Простыми словами, потому что бизнес здесь стало вести дешевле Чем в других регионах России И открыть завод по производству там чего-то, скажем, да Чего здесь можно производить Пусть это высокотехнологичное, мне больше нравится высокотехнологичное, например, какое-то решение То открыть его здесь стало дешевле, чем где-то в центральной части России И за счет вот этих налоговых дисконтов, налоговых послаблений Я считаю, что постепенно мы придем к тому, что чем больше предпринимателей в других регионах России Начнут понимать, что такое арктическая зона и какой бонус она им дает Они начнут сюда перетягивать своих специалистов И вот потому что льготы, потому что здесь дешевле вести И вот это будет являться, ну, такой, знаете, важным стимулом для роста населения По крайней мере, рост притока Рост притока, так будет точнее, в Мурманской области Я вот в это веду Хотелось бы еще услышать ваше субъективное мнение А как еще можно прилечь сюда молодежь? Что касается бизнеса, ну, это потрясающе Я это прекрасно понимаю, хоть и, опять же, как я уже говорил Вот экономической сферы деятельности я, в принципе, далек Но вполне очевидно, что если... Это, кстати, любопытный опыт некоторых американских штатов У них есть целые налоговые регионы, как там нулевой порог, так называемый Куда предприниматели переезжают просто потому, что для них там идеальные условия И если по такому же примеру система заработает у нас, здесь, в Мурманске Не надо никому на пальцах объяснять, какой от этого будет плюс И приток, соответственно, рабочей силы, я имею в виду, расширение, не так выразилось Расширение рабочих мест дополнительно, увеличение каких-то отчислений в административный бюджет и так далее и тому подобное То есть здесь вроде бы все прозрачно понятно Что касается работы медперсонала и их привлечения Тоже, насколько мне известно, есть ряд программ, которые сейчас с этим активно работают Пока что, как мы с вами уже, в общем-то, подчеркнули в начале беседы, не очень получается Но будем надеяться, что работа в этом направлении даст свои плоды Потому что здоровье в первую очередь, как ни крути Но что касается молодежи, ведь об этом говорят все, в первую очередь, о том, что именно молодежь является двигателем Конечно Да, и я пока с трудом представляю, мне просто любопытно, как вы это видите Слушайте, я вижу первое, самое главное решение, это модернизация нашей школы, модернизация наших высших и средних учебных заведений То есть, о чем я говорю По простым словам, то нынешнее состояние, например, того же самого МГТУ или МОГУ В сравнении с знаковыми университетами, не только в ближнем зарубежье, а для нас, Норвегия, Швеция Или же в Москве и Санкт-Петербурге Основная задача повысить их технологичность, повысить комфорт обучения Чтобы студент, поступая в наше высшее учебное заведение, чувствовал себя, что вот я учусь в современном, не обязательно элитарном, но и должно быть современное технологичное здание Что у меня там, помимо лекций, есть оборудование, на котором я могу проводить эксперименты, не знаю, современная техническая, как говорится, база И тогда это заставит не только наших потенциальных студентов оставаться здесь, в Мурманской области, но и станет точкой притяжения для студентов из других регионов Они и сейчас являются, но можно увеличить, так скажем, объем абитуриентов и объем студентов, соответственно Я вот в это верю, я не раз об этом говорил Очень любопытно, а это реально, как вы считаете? Ну, я считаю, что это реально Если будут совместные инвестиции из федерального и регионального бюджетов, а они сейчас проводятся Плюс активно привлекаются и частные инвестиции, мы знаем, что и Газпром там МГТУ поддерживает Но решение должно быть комплексным Нельзя маленький участок в старом здании сделать, отремонтировать его современно Это не станет точкой притяжения для студентов Мы должны полностью отремонтировать здание, чтобы у них были комфортные аудитории, комфортные коридоры, место сборов, место, не знаю, для креатива Чтобы они чувствовали себя частью чего-то современного Почему вот этот отток происходит сейчас? Потому что они хотят учиться в современных учебных заведениях Вон, посмотрите на наших соседей Там один другого университета лучше И они красивые И вот это должно быть То есть ощущение жизни на севере должно ассоциироваться не с развалинами старыми домами, изношенными сетями И университетами, созданием, не знаю, ремонта, который последний раз проводился в 80-х годах Это должно возникать ощущение, что ты живешь в чем-то современном И тогда север, он перестанет быть таким холодным А тем более наш север Потому что я зачастую говорю, что наш-то север, это, знаете, ну как бы у нас зима не зима и лето не лето Но это, в принципе, намного легче переносится, чем жизнь, не знаю, в каком-то там При всем моем уважении, Норильске, это реальное испытание для людей, понимаете? Или в Якутии, какие там температуры люди испытывают Ну вот, если мы сможем, мы же здесь, мы не конец мира Мы крупнейший портовый регион и город в Арктике, если говорить конкретно о Мурманске Отсюда начинаются транспортные пути в Европу, морские транспортные пути Мы связаны с Амстердамом, да, мы связаны там с Китаем Помимо этого, у нас здесь проходит граница с нашими соседями, с которыми нам удалось выстроить нормальные отношения Единственное, в последнее время они ухудшаются Но если мы у себя из головы уберем ощущение вот этой вот границы, условно говоря, между российской и европейской частью Мы поймем, что вот здесь у нас возможности транспортные артерии развиваются То, а почему Мурманск и Мурманская область не место для жизни? Очень любопытно, что вы отметили про комплексный подход и про убрать эти границы Потому что, на мой взгляд, опять же, субъективно, как мы с вами сегодня и общаемся Не от представителя фракции, не от представителя радиостанции Это проблема на уровне менталитета, я объясню, что я имею в виду У нас есть определенные паттерны поведения и мысли, которые заложены годами Они как будто бы впитаны с землей, с генами Я понимаю, что звучит достаточно художественно и по-философски Но каждый сейчас сможет понять, это из разряда Если вернулся домой, обязательно заглянуть в зеркало Заканчивая представлением о том, как должен строиться рабочий день И вот этот комплексный подход, особенно здорово на примере высших учебных заведений Когда мы отремонтировали маленький кусочек здания Он ведь работает, точнее, отсутствие комплексного подхода А вот это именно местечковые работы, они ведь, их можно пронаблюдать везде Даже когда мы наблюдаем проекты, национальные проекты о безопасных дорогах Вот есть промежуток трассы, есть движение Вот есть кусок, на котором у нас было много трещин Мы выдираем этот кусок и ставим новый И вот, пожалуйста, где-то у нас полноценный масштаб, где-то маленький Я к чему? Это будет, наверное, финальная наша своя мысль, потому что время-то очень быстро пролетело А скептики, критики и просто языкастые люди в соцсетях предполагают, что изменить менталитет в таком ключе у населения невозможно То есть должно пройти несколько поколений, чтобы люди, как поколение зумеров сейчас, чтобы они уже стали взрослыми Но если ты хочешь применять комплексный подход ко всему, нужно изменять взгляды не населения, а взгляды руководства Теми, кто руководит этим населением Вот как вы считаете, это последняя будет мысль на сегодня, хотелось бы услышать Наше руководство страны, я вот сейчас вообще возьму так, пускай это будет громогласно Готовы к тому, чтобы менять свое мышление? Нет, вы знаете, руководство, мое мнение, не совсем готово, чтобы менять свое мышление Потому что они живут и работают в формате того, что у нас должна быть строго выстроена вертикаль Но при этом люди уже, вы знаете, находящиеся вокруг да около, я знаю там немало таких людей Они уже мыслят современно И это постепенно, вы правильно отметили, что сейчас происходит вот этот поколенческий перелом То есть мы выходим, постепенно у нас система управления перестраивается от руководителей постсоветского режима Уже постепенно занимают все высшие и высшие посты Вернее, от руководителей советской системы занимаются сейчас посты руководители уже новой России И вот здесь я верю, что мы находимся как раз вот в этот сам переломном моменте И вот ныне действующие руководители, они свою функцию отыграли достаточно хорошо на этапе восстановления экономики Но теперь должен пройти плавный переход, но на новую модель, которая предусматривает открытость Которая предусматривает вовлеченность общества И которая предусматривает, конечно, такую, знаете, вот синхронную работу и общества, и власти Но вот я считаю, что мы вот где-то уже рядом Ну, будем надеяться, что ждать осталось недолго Да Что ж, спасибо большое за беседу вам Было очень интересно Будем ждать вас с удовольствием еще в гостях открытой студии На этом она, собственно говоря, завершает свое решение Спасибо большое, до свидания всем До свидания Открытая студия